Речь президента это всегда основная интрига послания, темы, которые Владимир Путин озвучивает федеральному собранию, до последнего момента остаются в секрете. Политологи и эксперты также пытались прогнозировать, о чем же скажет глава государства. Внимание к этому политическому событию года особенно, ведь в своем обращении Владимир Путин расставляет приоритеты на дальнейшее развитие страны. Ежегодное послание президента, уже 15-е по счету для Владимира Путина, снова прошло вне кремлевских стен в гостином дворе. Это объясняется не только тем, что Большой Георгиевский зал все еще закрыт на ремонт, но и большим количеством приглашенных гостей. Более тысячи человек, парламентарии из обеих палат федерального собрания, члены правительства, общественники и главы регионов, в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В начале обращения глава государства заявляет, послание будет сосредоточено на внутренних вопросах развития страны, экономическом и социальном, и сразу же упоминает национальные проекты. Результаты их реализации должны быть видны в каждом субъекте федерации, обращается президент к главам регионов и муниципалитетов. Ведь именно от работы каждого из них зависит благополучие жителей страны. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Задав тон разговора, Владимир Путин более подробно остановился на основных задачах. Ключевая из них – сбережение народа. Мощным нравственным каркасом для жителей нашей страны остается семья, продолжение рода и уважение к старшим поколениям. Сегодня нужно сделать все для укрепления семейных ценностей, ведь это наше будущее. Чтобы избежать сложный демографический период, в котором сейчас находится Россия, Владимир Путин предложил ряд инициатив. Например, увеличение выплаты на детей до двух прожиточных минимумов и снижение налоговой нагрузки для многодетных. Принцип должен быть очень простой. Больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Новое поколение должно расти в достойных условиях с комплексной инфраструктурой, когда рядом с домом расположены детские сады и школы. Кстати, застройщиков, которые передают социальные объекты государству или муниципалитетам, освободят от налогового бремени НДС и налога на застройку. На качественно новый уровень должно выйти и образование. Президент ставит задачу. К концу 2021 года все российские школы должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, а сами образовательные учреждения перевести на современные условия обучения. Краснодарский край активно реализует проекты по поддержке талантливой молодежи. В ближайшие два года в крае появятся сразу две школы – в Краснодаре и в Сочи, куда будут принимать отдаленных детей со всего края. В целом, послание президента для меня и для губернатора означает одно, что завтра нужно делать уже сегодня. И регионы должны искать инструменты, методы. Сегодня мы должны создавать и проекты, и программы, которые будут создавать условия, чтобы талантливая молодежь в регионах не потерялась. А нашлась и нашла свое будущее. Поэтому у нас сегодня строятся две школы для талантливой и одаренной молодежи. Первая – это в Сочи, под эгидой Сириус. Вторая – это в Краснодаре. Школа на 1100 мест, 600 человек – интернат, где детки после четвертого класса на базе экзамена будут туда поступать. И мы надеемся, что это есть вот те дарования, те алмазы, из которых завтра получат бриллианты, которые будут учить, которые будут лечить, которые будут создавать научно-технический прогресс, который, к сожалению, сегодня отчасти не покупаем. А завтра мы его будем сами создавать и продавать всему миру. Большое место в послании занимает тема медицины. Работе этой системы судят по первичному звену – поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Зачастую пациентам нужно простоять в долгой очереди, чтобы попасть к нужному специалисту. А где-то и вовсе людям просто некуда обратиться. Президент подчеркнул, до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, без исключения, населенных пунктах России. Для справки хочу сказать, что за 19-е, уже за 19-е и 20-е годы должно быть построено, и, надеюсь, будет построено, и модернизировано еще 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. На Кубани сегодня работает больше 250 офисов врачей общей практики. За последние 4 года их число возросло почти на 60%. Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, до конца 2021 года будет открыто еще около 50 ВОПов. У нас, конечно, количество жителей, которые живут в сельской местности, около 4 миллионов. Поверьте, это такой народ, который, как правило, не думает о своем здоровье, потому что у нас то пассивная, то уборка, и как-нибудь до себя руки не доходят. Поэтому, конечно, если они не идут к врачу, врач должен прийти к ним. Поэтому офисы врачей общей практики – это сегодня вот то необходимое звено в медицине, которое должно появиться на селе, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Мы сегодня сохраняем здоровье жителей регионов. И сегодня мы также в Ускорсовском крае строим медицинский кластер. Он достаточно серьезный, там, и антоцентр, и лебедационный центр, который очень нужен, и учеркнул президент, что нужно заниматься и лебедацией, и профилактикой. На послание не обошлось и без экономических задач. Глава государства дал поручение производить экологичные продукты для экспорта. Для этого в нашей стране есть все – и огромные природные возможности, и разработки российских ученых. Так называемый бренд зеленой продукции позволит не только выйти на внешний рынок, но и поставлять продукцию за рубеж. Власти Краснодарского края планируют к 2024 году увеличить объемы экспорта сельхозпродукции почти до 4 миллиардов рублей за счет реализации стратегии развития региона. Если вчера мы говорили об импортозамещении сельхозпродукции, то сегодня мы говорим об ее экспортной ориентированности. И, поверьте, это очень серьезный шаг вперед. Мы научились сегодня собирать большие урожаи, мы научились их хранить, мы научились их упаковывать, мы их научились продавать. И сегодня мы зашли на полки магазинов внутри страны. Я уверен, мы с этих полок, во-первых, уже никогда не сойдем к кубанской продукции, но однозначно выйдем на экспорт, мы уже выходим. И кубанское вино сегодня подается и в Германии, и в Австрии, я уверен, будет в других странах мира. То, о чем президент говорит в посланиях к федеральному собранию, затем оформляется в виде поручений правительству, министерствам и ведомствам. От того, какие акценты оставил российский лидер в своем обращении, зависит будущее страны. Оно имеет ярко выраженный социальный характер, и оно, вот все те чаяния, которые есть у людей, я это могу судить по количеству обращений, которые поступают в законодательное собрание Краснодарского края, сегодня они были в полном объеме предметом рассмотрения. Создать условия для комфортной жизни россиян – вот главный посыл сегодняшнего выступления президента. Владимир Путин также предложил ввести ипотечные каникулы, чтобы люди, которые лишились дохода, могли воспользоваться отсрочкой по платежам. Также глава государства заявила о необходимости форсировать модернизацию инфраструктуры с применением передовых технологий. Особенно это важно для нас, для страны самой большой территории в мире, такой огромной территории. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации. В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. Кстати, спасибо и мостостроителям, и железнодорожникам. Видели уже сделан обход вокруг Коснодара и подход к этой транспортной развязке. Модернизация автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщения, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности. Юбилейное послание президента Федеральному собранию длилось 1 час 30 минут. Все задачи поручения главы государства, руководителей регионов и муниципалитетов взяли на вооружение. В заключении Путин сказал, успеха мы обязательно добьемся. И все присутствующие на послании понимали, высоких показателей, о которых сегодня так говорил президент, можно достичь только сообща, вместе. Яна Бузычкина, Денис Перец, Кубань, 24, Москва.